Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов и мы по-прежнему находимся дома. Минздрав России обеспокоен ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в Дагестане. Об этом заявил глава Министерства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия». Он отметил, что регион вызывает и дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации. Чиновник отметил, что на данный момент специалисты Федерального Минздрава совместно с представителями Роспотребнадзора работают на месте. По последним данным Дагестан занимает 5 место среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом. Сейчас в республике по официальным данным зафиксировано 2468 случаев заражения. 17 умерли. Однако по информации общественников и представителей неправительственных организаций эти цифры намного выше. В условиях, когда опасная инфекция повсеместно постучалась до Мадагестанцева и пришла почти в каждую третью семью в республике, очень важно знать, каким мерам стоит прибегнуть в первую очередь, чтобы одолеть болезнь. Какова профилактика коварного заболевания и что надо делать, чтобы болезнь протекала в легкой форме? Отвечает на эти вопросы главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Елена Арбулиева. Не надо паниковать. Дело в том, что вот эти симптомы, они могут быть и при обычной банальной простуде, при ангине, при каких-то других заболеваниях. Поэтому меры в принципе те же самые. Это соблюдение режима, изоляция, желательно самоизоляция, если вы живете в доме, где пожилые люди, где дети, конечно, желательно дистанцироваться от них, там в отдельной комнате изолироваться. И обычная наша тактика, как говорят бабушкины все рецепты. Обильное питье горячее, соблюдение гигиены и при высокой температуре обычно все бегут принимать жаропонижающие. Вообще у нас у инфекционистов всегда такое правило. Если человек достаточно адекватно переносит температуру 38-38,5, то есть это человек среднего возраста, это не ребенок, у которого могут быть судорожные, так сказать, проявления, это не пожилой человек там с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Температуру желательно не сбивать, поскольку в любом случае температура – это защитная реакция, которая способствует выработке интерферона на достаточно высоком уровне. А интерферон – это противовирусный белок. Ну и сами вирусы, как правило, при высокой температуре, они чувствуют себя не очень-то хорошо, быстрее погибают. Поэтому температура, она имеет как бы так двоякое такое свойство. Еще раз хочу напомнить, что инфекция достаточно коварная, она иногда начинается так очень из-под воль, с низкой температуры, слабости, а потом могут развиваться дополнительные симптомы. Поэтому обращение к врачу, к участковому врачу обязательно, а он уже дальше будет решать, какова дальнейшая тактика ведения. Что касается профилактики, то врач напоминает, что главное средство борьбы с распространением инфекции – следование режиму самоизоляции, а также ношение масок и сохранение социальной дистанции. 9 миллионов рублей в виде финансовой помощи было распределено в республике через фонд «Инсан» с начала режима самоизоляции. Деньги получили подопечные фонда, но у кого-то благодаря этому были накормлены семьи, но решились проблемы с долгами, кому-то были куплены необходимые лекарства и предметы первой необходимости. Во время пандемии количество обратившихся в фонд «Инсан» за помощью возросло в несколько раз, что говорит о драматичности ситуации и обострении проблем. Благотворительные организации надеются, что благодаря жертвователям и активистам удастся сдерживать рост количества нуждающихся семей в республике. Глава Минздрава России призвал перенести ЕГЭ на август или сентябрь. По словам Михаила Мурашко, проводить экзамены в июне в текущей эпидситуации небезопасно. На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять. Возможно, что август-сентябрь отметил чиновник на заседании президиума партии «Единая Россия». Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что решение по срокам проведения ЕГЭ может быть изменено после 12 мая. Он не исключил переноса единого государственного экзамена на более поздние сроки. Вместе с тем министр подчеркнул, что совсем отменить ЕГЭ невозможно. Руководство Махачкалинской православной воскресной школы «Преображение» запустило акцию «Лента памяти». Воспитанники поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Детишки с портретами своих прабабушек и прадедушек дома читают стихи о подвиге, доблести и храбрости своих предков. Все это выкладывается на официальных страницах епархии и православной воскресной школы «Преображение» в Инстаграм. Цель мероприятия – духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Махачкалинская епархия уже не первый год участвует в всевозможных акциях, проводит мероприятия, посвященные годовщинам Победы Великой Отечественной войны. По благословению архиепископа Махачкалинского и Грозинского Орлаама, главные наши усилия в эти дни направлены на должное воспитание в духе патриотизма, любви к Родине, нашего подрастающего поколения. Надеемся, что и в дальнейшем, по милости Божией, мы будем помнить о наших славных страницах истории и приобщать наших детишек, внуков, племянников, вообще всех молодых людей. Более 31 тысячи дагестанских семей, владеющих материнским капиталом, получили по 5 тысяч рублей. Речь идет о тех семьях, которые имеют право на материнский капитал. 31 тысяча 400 дагестанских семей выплаты уже получили. Деньги им выплачивали в апреле и мае и продолжат в июне на каждого ребенка до 3 лет. Тем самым, Владимир Путин решил поддержать семьи в период тяжелой ситуации. Всего было получено 42 тысячи заявлений. Решение выплатить материальную помощь было принято в отношении 31 тысячи 400 заявителей. Отсеялись только двойники и заявления с неверно предоставленными реквизитами. У владельцев материнского капитала есть время до октября месяца, чтобы получить эти деньги. Материнский капитал при дополнительных выплатах остается неизменным. Заполнить заявку можно на портале госуслуг. Депутаты продолжают помогать своим землякам в период пандемии. Так депутат Госдумы Мурат Гаджиев направил более тысячи продуктовых наборов в районы Дагестана. Накануне парламентарий закупил продукты для Дахадайского, Левашинского и Сергакалинского районов. Их получили ветераны, инвалиды, семьи с детьми и жители, нуждающиеся в социальной поддержке. Списки нуждающихся были сформированы управлениями соцзащиты и по заявкам самих жителей. В условиях самоизоляции у многих наших жителей района сложилась непростая ситуация. Нет возможности работать. Многие предприятия, магазины закрыты. Многие остались в тяжелой ситуации. И вот сегодняшняя помощь Мурата Станиславовича, это очень своевременная и нужная для района и для жителей района. Активисты Общероссийского народного фронта помогли иностранным студентам продуктами. В ОНФ за помощью обратились сотрудники Дагестанского государственного университета. По их словам, в общежитии вузов в связи с пандемией коронавирусной инфекцией остались приезжие студенты. Все они родом из дальних стран и остались без поддержки близких. Участники акции «Мы вместе» передали студентам продовольственные наборы. В пакеты были вложены продукты первой необходимости, а также средства индивидуальной защиты для студентов. Кроме того, активисты ОНФ раздали молодым людям георгийские ленты. 9 мая они планируют провести флешмоб. Я учился на юридическом факультете на втором курсе. Мы хотим вас поблагодарить, поблагодарить за эти продукты, потому что нам сильно помогает. Сейчас мы не можем, уэстер-юниор не работает, даже получить деньги мы не можем. Это нам помогает. Да, 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 сильные изменения, даже во всем мире. Все остановлены, нигде не работают, ничего не можем делать. Это, конечно, плохо, очень плохо. Животоводы Дагестана приступили к перегону скота на летние пастбища. Перед этим весь скот проходит кубку. Отметим, что она является обязательной процедурой при перегоне. Производится противоклещевая и противопаразитарная обработка животных. Всего за время весеннего перегона кубку в криолиновом растворе проходит порядка 150 тысяч овец и коз. В среднем за день моют около 5000 голов скота. После завершения процедур скот перегоняют на летние пастбища. Всего в Дагестане функционирует 8 государственных купочных ванн, через которые должно пройти все перегоняемое поголовье. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале, смотрите новости и не переключайтесь. Всего хорошего здоровья вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова